Феминизм 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 становится все более популярен, но непонятно его место. Это что? Философия для женщин? Это вообще прикладная политическая теория? Или это одна из моих стримовых базовых философий? И тогда попробуем посмотреть, я придерживаюсь последней точки зрения, попробуем посмотреть, почему философия феминизма нужна не только феминисткам, почему она является одной из новых философий. Мы знаем феминистские антологии, мы знаем феминистские эпистемологии, мы знаем феминистские политические теории. О чем собственно речь? Последнее время многие говорят о феминистском, феминистской критике метафизики. О критике метафизики говорят уже больше ста лет. Соответственно, в чем здесь проблема? Представим себе, что в классической метафизике есть двойное понятие, понятие природы и понятие культуры, понятие существования, понятие сознания и власти. При этом там все время происходит сдвиг характерный. Существование дано в самой очевидности, а власть тоже была дана в самой очевидности до французской революции. Дальше власть претерпевала различные способы работы деконструктивной. И сейчас мы понимаем, что деконструкция власти, деконструкция языка, деконструкция структур — это вещь довольно понятная. Мы понимаем, что язык не имеет целостность, сознание не имеет того авторитарного, универсального принципа, но мы не всегда понимаем, что происходит в существовании. Существование по-прежнему очень часто дается в своей самоочевидности. И именно вот в этой области самоочевидности существования работает феминистская антология, феминистская теория. Что значит самоочевидность? И справа от Гоббса до XIX века мы знаем, что семья, сексуальность, телесность, отношения со слугами вынесены из области правовой рефлексии. Они даны самоочевидно. Самоочевидно, что герой политической борьбы, приходя домой, должен самоочевидным образом быть накормлен, самоочевидно появляются дети, самоочевидно предоставляются сексуальные услуги. И тогда оказывается, что эта самоочевидность является доступом к рефлексии. Если ты принадлежишь к области самоочевидности, у тебя нет доступа к речи, у тебя нет доступа к экономическому самообеспечению, доступа к политическому праву. И что получается дальше? Тут самая очевидность становится экономическим ресурсом эксплуатации. Это ресурс эксплуатации. Природа мы эксплуатируем. Она не имеет речи. Она не имеет гуманистических прав. Она принадлежит животному. И поскольку большое количество в XIX веке людей было вынесено за пределы доступа к праву, начинается феминистское движение. Это в основном женщины, пролетариат, иноверцы, движение за права. Тогда феминизм становится политической теорией. И завершается это довольно жесткой метафизической поломкой в 1917 году, когда женщины получают равные права на голосование и права быть избранными. То есть они открывают... Их естественное существование становится неестественным, становится политическим. И это называется... Ну, прежде чем подойти к вот этому закону, нужно было переописать право, что сделали юристки феминистских партий в России еще в шестом году, готовя документы к Первой Государственной Думе. Это феминистские партии союз «Раноправие женщин» и прогрессивная феминистская партия. А дальше эти законы любви в основании декретов советской власти. Разгерметизация области существования. Оно становится политически пластичным. Соответственно, первые же попытки изобрести новую социальную структуру идут в области изменения концепта существования. То есть в области феминизации, феминизированной антологии, феминизированной политики. То есть о чем я говорю? Детские сады, больницы, всеобщее образование, кухни. То есть невидимый женский труд становится политическим трудом и приобретает социальную институционализацию. Но это не все. Если мы меняем символическую карту, мы меняем повседневность, соответственно, меняются тела. И начинается сексуальная революция. Сексуальная революция – это изменение границы тела, изменение давности тела и изменение сексуальных отношений. Если раньше они были естественными услугами, то теперь для того, чтобы вступить в сексуальные отношения, нужно установить очень много культурных практик. Нужно договориться, нужно вызвать доверие, нужно иметь дружбу, нужно установить дружбу. И сам сексуальный акт становится сложным культурным процессом. Мы знаем, что сексуальная техника очень сложна, и она вовсе не натуральная. Не придуши фитилёк и в темноте всё само собой. Соответственно, наша антология, мы заметим, уже сдвинулась в область естественного. То, что было естественным, она вдвинулась в область политики. Ну а дальше этот процесс продолжается. И Симона Бакуа очень хорошо в своей книге «Второй пол» определила, что женская – это в основном мыслилась в метафизике, как эманентное, а мужское – как трансцендентное. И уже в 60-е годы становится понятно, что метафизика не является гендерной невинной. Это вообще фраза Дорида. Но она была сказана в результате феминистской психоаналитической работы «Инус Оригария», «Хеллен Сексу», которые говорили о неравномерности символического порядка, эпистемологического бесправия и так далее. И дальше мы видим, что повседневность, сексуальные политики уже в 60-е годы становятся проблемным полем, политическим полем. Частное – это политическое. И обычно мы видим эту аналитику через фуко. В таком случае она так преподается. Но посмотрим в феминистской традиции. Калантай вводит понятие политики пола, Кейт Милетт повторяет понятие, опять вводит понятие сексуальные политики. У нас есть диалектики пола, у нас есть сексуальные политики письма, у нас есть осмысленный через эту бинарную метафизику эстетический канон, то есть критика эстетического канона, который сформирован бинарной метафизикой. То есть очень большое количество феминистских исследований, очень ярких, об отсутствии доступа к тексту, о безумии, которое выталкивало общество писательниц в XIX веке и даже в XX веке. Большинство писательниц проходили под лейблом безумных. Потому что считалось, что это женское самоочевидное существование и не может претендовать в здравом уме на право доступа к речи. И, собственно, женская объективация, критикуются эстетический канон, критикуются практики повседневности. И это все приводит к новой волне феминизма в 60-70-е годы, которая завершается образованием новой дисциплины, уже академического свойства, феминистской эпистомологии. И феминистская эпистомология соединяет политические науки и естественные науки и ставит под сомнение натуральность и естественность существования научного объекта. То есть становится понятно, что научный объект не дается нейтральным, натуральным способом, он устанавливается через привилегированный доступ к научному знанию. И тогда то, что не оказалось в рамках привилегированного доступа, репрессируется и выталкивается как несуществующее. Тут же возникает феминистский СТС Люси Сачман, это работы Дома Харовой, Александры Хартинг, Элизабет Гроус. И сейчас мы подойдем прямо к десятым годам, которые охарактеризовались, которые разделили современное философское поле, современные философские антологии в основном между двумя ареалами. Ареал спекулятивного реализма и ареал нового материализма. Они союзники. Спекулятивный реализм критикует достаточное основание антологии и работают в основном в сфере школьного философского знания от Канта до Хайдегера. И союзнической областью для новых философий оказывается новый материализм. Но новый материализм работает в другой области. Он наследует ранним системным теориям, он наследует постмарксизм, он наследует феминистской, то есть он прямо вытекает из феминистской эпистомологии. То есть новый материализм связан с такими полумаргинальными философскими теориями XX века, в то время как спекулятивный реализм работает внутри школьной философии. И есть такой критик Майкл Орог, квир-теоретик, он замечает, что в этом разломе явно прослеживается гендерное различие. В сборнике «Спекулятивный реализм» 2010 года он спекулятивный поворот из 24 авторов, а одна женщина из Абаль Стингерс. В сборнике «Новый материализм» доминируют феминистские философини и исследователи со стороны постмарксизма и деколонизации. И что их различает? Если спекулятивный реализм работает более с деконструкцией антологии достаточных оснований, с деконструкцией понятия объектности и с понятия сознания, то новый материализм уже находится в области без оснований. Соответственно, что это за область? Это плотная область связей, которая находится в антологии неопределённости, но выдерживается самой плотностью связей. Соответственно, плотность связей — это гетерогенные связи, в которых соотносимые эмоциональные, когнитивные, социальные, естественно, научные знания. Но вопрос, как их соотносить. Это плотность различного знания междисциплинарно переплетённого и эпистемологически, не то чтобы замкнутого, эпистемологически разрезанного на многослойность. Это как бы одна парадигма. Но внутри есть множество разных слоёв. И вот проблема, как с этим работать. И работать с этим внутри хрупкого существования. Эти связи без основания являются хрупкими связями и темпоральными связями. То есть то, как мы воспринимаем мир, то, как мы его связываем, то, как мы его социально обустраиваем — это является нашей реальностью. И в некотором роде нашей единственной реальностью. Она материализована, она эмпирически достаточно, но она темпорально неустойчива. То есть завтра могут быть другие концепты, другие перцепты и другие способы связи. Вот эта плотность связей и их вариабельность — это и является основной проблемой нового материализма. Соответственно, это правила доступа, фильтры восприятия, вариативные алгоритмы, и эффекты, причинно-следственные эффекты, которые вот эта реальность будет производить. Значит, она их должна производить достаточным образом для эмпирической полноты этой реальности. Но она никогда их не устанавливает как вечные, универсальные, нейтральные и так далее. И на что это похоже? Это похоже на опыт программирования. Мы знаем, что наша культура, согласно Харовой, опосредована новой технологией. Соответственно, новая технология — технология программирования. И дальше новый материализм устанавливает прямые соответствия. Если объектно-ориентированный язык формирует свой объект, то мы никогда не подумаем, что этот объект формирован самоочевидным натуральным способом. Мы задаемся вопросом, с какой целью, в чьих интересах и до какой степени этот объект может быть достаточным. Вот это принцип нового материализма, на всяком случае, как я его понимаю. Соответственно, границы, пределы, доступ, вариативность алгоритмов — это всё базовые философские проблемы нового материализма, которые наследуют феминистской эпистемологии, феминистской критике объективации и феминистской политической теории первой четверти XX века. И сейчас можно сказать, что феминизм вдруг неожиданно становится востребованным. Те книги, которые были переведены ещё в начале нулевых годов, они лежали в своём кето и читали с только небольшим количеством специалистов. Сейчас возникает множество резиновых групп, которые внимательно перепрочитывают всю эту феминистскую историю. То есть этот опыт стал необходим для современного мышления политического, культурного. Почему? Потому что он соответствует нашей современной ситуации. То есть мы видим, что политическая феминистская традиция пройдя различные трансформации становится суперактуальной философской, онтологической традицией для нашего времени. То есть она и с самого начала, с феминистского угона большевиков, она заявила о феминизации политики в особом интересе к практикам существования, которые традиционно называют феминными, хрупкость существования. И пройдя через серию различных этапов теоретических, она сейчас формирует, собственно, базовое политическое требование современности. Жизнь хрупкая, жизнь должна быть политически защищена, жизнь уже дана в формах предшествующего форматирования, но это форматирование не является универсально нейтральным, и оно не является статичным. То есть хрупкость жизни является одновременно и пластичностью, является и политической проблемой по перепродумыванию социальной реальности, политической реальности, эпистемологической, научной. то есть теперь наша реальность оказывается безосновной, она перемещается из области трансцендальных универсалей в область хрупкого существования, то есть, собственно, феминное поле, поэтому феминистские теории оказываются очень политически эффективными. То есть те практики, которые вырабатывала феминистская теория, оказались сейчас крайне эффективными для построения современных политических теорий, я не скажу утопических, но конструктивных политических теорий в новом политическом пространстве понимания.